прошло не так мало времени точнее много и вот я уже пилю следующий выпуск обновлений сегодня у нас будет две вещи если успею еще покажу кое-что про две находки из последнего выпуска одну из них я кстати показать забыл так вот следующие два обновления которые вы тут увидите достались не от приятеля по школе мы уже школу оба закончили но живем в одном районе и тут он мне внезапно написал предложил забрать две вот эти вот вещи первый из них монитор вторую покажу чуть попозже как бы они мы были не нужны я спросил что за не хочет он сказал ну 100 рублей больше они мол не стоят и первый у нас это монитор view sonic со всеми проводами причем сетевых проводов было два и это замечательно потому что наконец-то у меня сетевых проводов столько же сколько и аппаратуры мне их хватает вот буквально совсем недавно мне сетевых проводов не хватало внешнее состояние отличное чисто все наклон регулируется вот так вот он со слов приятель долго включался на самом деле когда я первый раз включил я услышал кратковременно на секунду такие высокочастотные шумы от блока питания артефакта на экране были и моргнула подсветка и он погас точнее погас экран остался гореть индикатор и дальше его выключил чтобы ничего не убилось от пульсации потому что я сразу понял что скорее всего конденсаторы монитор у нас октябрь 2006 года выпуск 11 лет ему и действительно оказались дутые кондеры причем все на 25 вольт 2 на 1000 и 2 на 220 надергал у себя бушных конденсаторов я всегда ставлю бушные как я уже говорил в том видео иногда точнее я сам вообще конденсаторы ни разу не покупал но у меня есть чуть-чуть новых которые достались на халяву иногда их ставлю тут стоят все бушные причем все разные не знаю кому-то такие ремонты не нравится но чем чем могу короче то ставлю вкладываться не хочу тем более это не такая уж и высококлассная техника и не самая свежая и он заработал поставил вместо 220 микрофарад 470 вместо 1000 1000 ну и все он живой сейчас могу включить но без сигнала вилка в розетку вставлены нажимаем кнопку ждем то есть видите экран целый нет сигнала аналог у него как видите звук есть встроенный а видео входы только аналоговые то есть вга 9 нету и меня такое решение просто выбешивает это как же блять у вас мозгов хватило сделать широкоформатный экран и только вга не забыли с блять звук засунуть это издевательство какое-то по моему в 2006 уже 9 был по крайней мере видюхи с девяем были кстати подсветка тут на четырех лампах яркость нормальная не самый тусклый не самый яркий такой средний чок цвет передачи тоже нормальная так разрешение 1440 на 900 ну и все о нем можешь сказать нечего ну толщину вы увидели обычный короче домашний офисный бюджетный монитор который сейчас можно в районе полутора тысяч рублей найти без проблем а может и дешевле идем дальше дальше у нас идет последнее обновление но весьма крутое за эти 100 рублей это ноутбук вот такой вот я машин я машин с пакард был это эйсер это тот же самый эйсер это можно понять даже по форме батареи по оформлению вот этой вот наклейки это эйсер что же с ним ну во первых идет ли с ним зарядка идет вот такая вот зарядка 90 ватт 19 вольт разъем как у всех зарядка фирмы дельта электроникс с проблемой вот такой вот треснута внешняя изоляция уже успела оторваться оплетка экранирую экранирующая шнур и как там дела с контактами я не знаю я и не включал потому что выглядят они не очень хорошо хорошо что это не со стороны штекера кстати а то было бы плохо потому что блок можно разобрать в принципе отрезать этот кусок протолкнуть провод внутрь припаять и будет хорошо если был штекер то было плохо но зарядка электрически скорее всего она рабочая потому что дельтовские никогда доху и не попадались но у меня есть своя поэтому мы его все равно включим по батареи батарея подходит в два моих эйсера она проработала три часа хотя она была полностью разряжена износ показывал 48 а когда я разрядил до конца она стала показывать 44 в общем его потренировать может вообще упадет до 11 потому что три часа это хороший результат она явно не настолько изношена она меньше давайте откроем его открывается легко тут петли не затянуты до такого состояния чтобы развалился корпус кстати корпус там не развален ничего не вылетело все там хорошо с корпуса тут вообще все хорошо на самом деле здесь у нас а м.д. windows 7 такие вот такая тут начинка это у нас модель d600 какая d640 g м.д. atlone 2 x 2 14 90 диодная матрица родион hd 54 20 ходит там кристалл маленький возможно вот есть 54 50 54 70 54 20 короче вот это вот кастрат какой-то видимо видюшечка и сильно греться она не должна 2 гигабайта 2 3 1 одним модулем 250 жесткий диск которого тут не было но сейчас тут стоит 250 от hitachi мой 9 а последнее это 6 секционные 6 элементной литийом батарея ну то есть 6 штук 18 650 там стоит это как у всех тачпад чуть-чуть протерт клавиатура кстати тут необычная она вот так вот выглядит ни капли не протерта вообще чисто как будто она новая и на самом деле сейчас я кстати она снята на самом деле она реально новая если можно так сказать она заменена тут это нам говорят вот эти вот наклейки которые я кстати встречал только на комплектующих старых непонятно откуда в общем такие наклейки на каком-то не знаю короче где их делают вот такие вот особенно но клава это явно не родная потому что на ней написано для эйсера 3820 т кстати я знаю такой эйсер тоже довольно таки прикольный у него там два вентилятора с двух сторон я такой чистил там действительно такая же клавиатура но родная клавиатура вот так вот не блестит она матовая так что непонятненько даже ну здесь у нас нет следов залить и но ноутбук у нас с проблемой как не сказали с ним действительно какая-то проблема должна быть но он был рабочий сейчас если его включить то будет следующее поморгает светодиод обращение харда и ничего нет на экране причем если нажимать на клавиатуру нету никаких пи 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 как будто он или в bios вошел или нажимаешь кнопки которые как бы ни за что не отвечают и он подает сигнал что мол эта кнопка ничего не делает типа иди на хуй то есть на клавиатуру реакции нету светодиодок обслуг нету и на кнопку он реагирует но не всегда кстати но большинстве случаев реагируют я нашел в интернете типа уху у этих и машинцев что у них такое поведение бывает когда села батарейка цмос то есть батарейка которая держит дату и время настройки bios а здесь она уже меня на я сейчас я даже покажу как вот кусочек платы этого и машинца который находится левее тачпада вот такая батарейка тут стоит она явно бы уж на жест какого-то ноутбука и вот так вот она сделала тут был разъем на разъеме было батарейка типа по моему 2032 или 1032 вот она приклеивалась она была в такой термоусадки зеленый или желтый и на проводках сюда подключалась тут плюс а тут общий который звонится на все разъемы и в общем это земля я померил эту батарейку она 2 и 9 вольт и это опечалило поэтому что я не знаю что затем ноутом теперь еще делать ну так вот она подключена она подключена кстати правильно вот эта земля действительно может это не очень эстетично но она работ но это работает она работала но к сожалению сам ноут не работает я пробовал кстати если честно так сказать погреть уже и видео чип и север и юг потому что тут все чипы кроме мультиконтроллера они под системой охлаждения и два из них это север и юг они под термопрокладками и над самым маленьким предположу что все-таки южник термопрокладка посередине треснула точнее треснула там кусочек потерялся ее подвинул так чтобы всю площадь чипа захватывала но короче прогрев не помог грел люке м702 390 я не думаю что от этого что-то тут убьется потому что я ни разу еще не угрел ни один чип багажный таким образом угревал телефоны да но в ноутбуках на видюхах нет никогда не угревал поэтому и да собственно хуже ему не стало он как не включался так и не включается так что что еще с ним может быть я без понятия кстати на нем еще присутствуют следы ремонта менялась какая-то деталюха восьминога в районе тоже с той стороны с нижней где-то где-то между охлаждением между трубками может кстати это микросхема билуса может и нет на ней что-то написано но я не фоткал несмотря на там по блеску платы видно что флюсовалась и смывалась именно вокруг этой то есть скорее всего ее сдували или перепрошивали меняли что-то делали ну получается что он ремонтировался но кстати ремонтировался можно так сказать он в нормальном сервисе потому что вы вся вот эта пайка батарейки как я бы сказал она нормальная также все винтики на месте ничего никто не потерял вот зовут это респект а то вечно блять эти сервисы грёбаный теряют винтики с ноутбуков как я за это ненавижу блять тут все на месте это спасет за это спасибо на то что он сломался что с ним делать я не знаю я хотел его сделать для шараги потому что у нас есть инженерная компьютерная графика потому что таскать свой синий 15 дюймовый как-то не в кайф потому что у него не очень надежный корпус в районе петель особенно хотя там расслаблено но от часто утаскания она может опять повылетать хотя его поменял в общем такие вот обновления немножечко печалька с ноутбуком что жесткого нету что мать не работает но 2 гиговая ddr3 правда без наклейки это хорошо кстати память ни при чем я подкидывал свою сейчас тут стоит 3 гига не знаю короче насчет прошлых обновлений техно на фоне звук идет действительно от него если вы слышите он себя ведет очень странно кстати в последнее время когда его только-только брал он вообще не звучал потом он стал звучать по полминуты по минуте и вот сейчас он работает уже четвертый час и ничего никуда не пропадала я хотя с ним ничего не делал удары ему не помогают сотрясение ему не помогает не понимаю и кстати когда я видео то есть немало когда его закончил там тоже звук работал но он проработал где-то три часа и все сейчас он работает уже четвертый час и работает вот прав работает сволочь такая это как-то напрягает плавающей неисправностью это не очень хорошо но хорошо когда ее нет я продавать его пока не буду не хочу также начнет находок выпуске находок я показывают этот panasonic мыльницу зарядил я от него аккумулятор и он работает смотрите все работает объектив выезжает зум есть все фоткает вот так вот полностью рабочий 10 мегапиксельный цифровик даже встроенная память есть и вот эта фотка так вот с 7 panasonic этот ну короче с ним все вроде как хорошо но на самом деле не все хорошо если не включать режим видео у него не работает короче микрофон и видео он записывает просто такой так называемый белый шум слабенько видео снимает с этим спокойно снимает 720p но то что звука нету это жалко потому что все у меня мыльницы которые были до этого снимали только 640 на 480 но со звуком такие дела есть еще кстати находка которую я забыл показать сейчас я покажу я вот реально забыл показать эту находку хотя я не знаю стоит ли тут показывать но хотя ладно память осталась давайте покажу в общем вот этот вот монитор я вам показать забыл в находках но зато я показал в выпуске что можно найти на помойке он был очень сильно испачкан во первых пролитом молоком на прямо на экран с этой стороны во вторых еще чем-то но был успешно отмыт с матрицы ничего не случилось у него была такая проблема включаешь он артефакт показывает надпись эйсер с артефактами с дерганием каким-то и все и по моторе циклично перезагружался то ли просто отключался также есть попытки следы попытки вскрытия именно в углах здесь 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 и чуть-чуть здесь ну и конечно же опять конденсаторы был заменен по моему всего лишь один конденсатор не помню уже какой по моему это был конденсатор на питание материнки монитора который отвечает за изображение ну то есть по питанию 5 вольт и монитора жил и чем не в нем понравилось это хоть и 4 на 3 монитор он 2008 по моему года и у него уже нормальный белый цвет то есть даже view sonic чуть-чуть желтоват по сравнению с этим но при там при этом он на лампах но зато у него есть 9 а вот наклейка какой тут год сейчас сами и увидите а вот так вот я сейчас не вижу 6 или 8 но ладно но он уже черный не серебристо черная полностью черный но почему-то кстати модель в 193 по сравнению сайл 17 16 и 19 17 или как их там какие они там были он толще его сделали жирным по сравнению с теми которые другие сер два были ну картинка у нее приятная на этом все показал вроде бы все проводов с эти не было сейчас он тоже хорошо себя чувствует даже используется иногда на этом все всем спасибо за просмотр